Всем привет! Сегодня вы узнаете, как ухаживать за клубникой ранней весной. И расскажу про подкормку и защиту от различных заболеваний и вредителей. У нас в Беларуси установилась по-настоящему теплая солнечная погода. Уже третий день у нас температура плюс 20-23 градуса тепла. Клубника начала активно вегетировать. Уже появляются первые молодые листочки. А значит, нужно срочно провести подкормки и обработки. Весной лучше всего обрабатывать клубнику медсодержащими препаратами. Так как клубника начала уже вегетировать, появились первые листочки молодые. Лучше использовать медные препараты в слабой концентрации. Например, обработать клубнику 1% бордовской жидкостью, либо 1% азофосом. Второй способ мне более нравится, потому что в азофосе кроме меди есть еще и азот. Получается, мы обрабатываем клубнику от различных заболеваний, делаем профилактику. И одновременно делаем внекорневую подкормку азотом. Следующий этап – это, конечно же, прополка. Потому что где-то появились сорняки различные, где-то вылез одуванчик, где-то уже мокрица пошла расти по грядках. И удаление старых листьев. Молодые листочки мы оставляем, а всю старую листву, больную, с пятнами и сорняки все выпалываем и удаляем. Прополотые сорняки и листья не нужно никуда выбрасывать. Складируйте все это в компостную кучу. За сезон все эти листья и сорняки перегниют и получится ценно-органическое удобрение компост. Особенно, если вы будете проливать компостную кучу триходермой, которая переработает эти всерастительные остатки. Третий этап – это подкормка. Уже прополотые чистенькие грядочки нужно обязательно подкормить. Весной клубника больше всего нуждается именно в азоте для активного роста. Чтобы отрастали молодые листья, чтобы уже формировались бутончики. Поэтому клубнику нужно подкармливать азотными удобрениями. Но есть нюанс. Это сейчас теплая погода. Но погода весной непредсказуема. Сейчас у нас плюс 20, а через несколько дней у нас всего лишь плюс 6 и ночные заморозки. Естественно, и ночью еще холодная почва, еще плохо прогрета. Поэтому не все азотные удобрения хорошо усваиваются весной. Чем можно подкормить клубнику в этом случае? Конечно, можно использовать аммиачную селитру. Аммиачная селитра в холодной почве лучше работает. Но в принципе можно использовать и другие удобрения. Например, сульфат аммония. Дело в том, что в сульфате аммония есть еще сера. И вот сера помогает лучше усваиваться азоту. Норма внесения азотных удобрений 50-60 грамм на квадратный метр. И так как почва уже подсохла, это удобрение нужно обязательно заделать почву, чтобы оно не лежало на поверхности. Иначе основная часть азота попросту улетучится. Можно уже проливать грядку раствором удобрений. В этом случае, опять же, берем столовую ложку удобрения на 10 литров воды и из лейки проливаем клубнику. Получится отличная подкормка. Для тех, кто предпочитает использовать натуральное удобрение, можно подкормить и ими. Например, воспользоваться настоем куриного помета, либо навоза. А можно использовать покупные биологические удобрения. Вот одно из этих удобрений. Это органоминеральный комплекс от Profit. Значит, что есть в этом удобрении? В этом удобрении есть различные отруби и пшеничные, ячменные, третикали, рапсовый жмых, жмых от подсолнечника. Но здесь еще есть и микроорганизмы. Здесь есть триходерма. Здесь есть различные бактерии полезные. Есть баверия. И вот очень бы хорошо подкормить клубнику этим удобрением. Подкормка такая. На один кустик примерно столовая ложка этого удобрения. И опять же, заделываем в почву. Если почва уже подсохла, то нужно ее увлажнить. Потому что гранулы достаточно твердые. И в сухой почве будут долго размокать. Желательно сухую почву проливать. В этом случае клубника будет нормально усваивать питание. Кроме того, как я и говорил, в этом удобрении есть триходерма, которая будет защищать нашу клубнику от различных болезней. Плюс, если есть какая-то старая мульча на клубничной грядке, есть какие-то растительные остатки, например, мы вносили компост под клубнику осенью, то триходерма все эти растительные остатки будет перерабатывать. И тем самым улучшит питание клубники. Ну и, конечно же, та же баверия в составе. Она будет защищать клубнику от различных вредителей. Хотя вредители сейчас массово еще не вышли. Они зимуют где-то в почве находятся. Но внесенное вот это удобрение, оно потом повлияет на вредителей. Наступит оптимальная температура высокая. Уже там почва прогреется до плюс 15. Вредители начнут выходить на поверхность. И начнут работать баверия. Начнется как цепная реакция. Баверия будет поражать этих вредителей. Весной, кстати, можно обойтись и без подкормок. Азотных подкормок. В том случае, если вы осенью щедро мульчировали клубнику перепревшим компостом, либо навозом. Вот в компосте и навозе перепревшем клубнике достаточно питательных веществ. Там есть и азот, и фосфор, и калий, и практически вся таблица Менделеева различных полезных микроэлементов для нормального развития. Поэтому щедро замульчированные с осени грядки клубники компостом не нуждаются весной в дополнительном каком-то питании. Клубника будет получать питание из вот этого компоста и навоза. И полноценно развиваться. В этом случае вам придется провести только лишь обработку профилактическую от заболеваний и от вредителей. А подкормки не надо. Обязательно позаботьтесь о своей клубнике весной, чтобы летом собирать отличные урожаи. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!